Добрый вечер Меня зовут Денис Борисов И сегодня я буду отвечать на некоторые ваши вопросы Ну, как обычно Да, спасибо, спасибо Назвал я тему сегодняшнего транслирования Как успевать все Название достаточно спонтанное Просто это частый такой вопрос И в общем-то он для меня близок Потому что я сам очень люблю Ухватиться сразу за много дел И получается такой, знаете, понос и золотуха Нигде ничего не успеваешь И есть одно очень такое замечательное правило Такое практическое Которое в моем случае очень хорошо помогает Не всегда получается ему следовать Но помогает всегда очень замечательно Несинхронизированный звук и картинка А вы лайки мне похлопайте И синхронизируется Да-да-да, спасибо Спасибо, ребят, за тем За тех, кто ставит лайки Тарабанит по монитору Спасибо тем, кто делится трансляциями Я это очень сильно ценю Ну, для меня это полезно Поэтому Зайка Спасибо Давид, спасибо, что поделился трансляцией Гоа 17.03, спасибо Шэдоу, спасибо Спасибо, ребят, что делитесь Даниэла Kill Bill Бит Хочу 90 Линка Мандаринка Алекс Спасибо, ребят Ну, я для себя выделил Одно очень хорошее правило Которое мне реально помогает Если получается его реализовать Я заметил, что Очень важно выделить Самое главное дело У нас каждый день Очень много различных дел Все схватишь Не успеешь Очень важно научиться выделить Самое-самое главное Важнейшее То, которое дает максимальный результат И выполнить вот это одно дело За день То есть Мультизатачность Она на самом деле вредит Мы часто погружаемся В какие-то второстепенные задачи Поэтому, если вы хотите Уверенно и быстро двигаться вперед То мне кажется Очень хорошим Подспорьем будет Умение выделить Одно дело Но это дело Кровь из носа Закрыть за предстоящий день Сегодня вы закрываете Одно дело Гарантированно Завтра другое И вы чувствуете себя хорошо Потому что видите результат С одной стороны Кроме того Результат по важным направлениям А с другой стороны Вот эта вот законченность День за днем Она позволяет Достигать Больших результатов Где лучше покупать машину БУ Но это зависит от того Где ты находишься Я данный момент Нахожусь в Москве Это ответ на ваш вопрос А что касается машины БУ Тут очень много зависит От растаможки Если в твоем государстве Есть растаможка То Вполне возможно БУшную машину Тебе выгоднее всего Будет покупать В своем же собственном государстве Если растаможки нет Либо она маленькая То естественно В Европе В ближайшее время Ребят Я семинары не планирую Окружающие Обижают мою беременную жену Как ей помочь Изолировать ее От этого окружения И поставить ее В такое окружение Где ее не обижают Тайм-аут в отношениях Ну Вы знаете Я вообще сторонник Такого подхода Что все хорошо Что работает Вот Вообще С одной стороны Это звучит нелогично Тайм-аут в отношениях С другой стороны Возможно Произойдет Переоценка партнеров То есть Девушка возможно Обожжется И будет разочарована В тех людях Которые помимо тебя Ее будут окружать С другой стороны Ты возможно Начнешь ее больше ценить То есть Это такой момент Который Он может помочь Может не помочь Но если отношения Уже Того Поплыли И скоро развалятся То Возможно Это единственный способ Их в какой-то степени Реанимировать Но это произойдет Только в том случае Если партнеры Действительно Достойный Да Привет Привет всем Методы Силуянова Они очень хорошие Я Уважаю его Очень сильно Это один из немногих Серьезных специалистов Серьезных ученых Которые Занимаются Вопросами Мышечной энергетики И так далее Единственный Недостаток Его метода Заключается в том Что он слабо Исследован На культуристах Слабо Исследован Но Так сказать Теоретическая база Научная база Очень серьезная Под всеми Методами Силуянова Поэтому Я к ним Отношусь С большим вниманием И большим уважением Двухчасовые видео Будут Ребята Ну Может быть Не двухчасовые Может быть Часовые Полторачасовые Дело в том Что я специально Не ориентируюсь На какую-то Длительность По времени Я стараюсь Раскладывать Какой-то Интересный материал И часто Он получается Длительно В данный момент Я перегружен Работой Я делаю Сейчас Новый сайт Переформатирую Fit4Life В конференцию Уже Три месяца Очень глубоко В это погружен Но Потом Потом Конечно Будут такие сюжеты Я сейчас Каждый день Выпускаю Короткие сюжеты А когда Чуть-чуть Разгребусь По времени Я планирую В таком же формате Как было и раньше Где-то раз в две недели Выпускать Подполье Выпускать Длительный сюжет Может быть Он будет в другой день Не в воскресенье Может быть Будет не так Может быть Я не буду Определять время Конкретно Что будет в воскресенье В такое-то время Но в среднем Раз в неделю Раз в две недели В какой-то момент Когда у меня будет Творческий порыв Я буду делать Соответствующий сюжет Снимать его И выкладывать Куда инвестировать бабло Лучше всего Инвестировать деньги В какие-то Реальные сектора То есть Если ты можешь Купить какой-то Реальный бизнес Если ты можешь Купить землю Если ты можешь Купить недвижимость У тебя Для этого достаточно денег Это хороший вариант Потому что Деньги могут Обесцениваться А какие-то Реальные вещи Они все равно Останутся Допустим У тебя нет денег Чтобы купить Квартиру Или землю Но Ты можешь купить Допустим Какой-нибудь гараж Гараж стоит Существенно дешевле Чем квартира Это уже Вложение в недвижимость Кроме того Ты можешь купить Какую-нибудь землю Допустим Не в городе Не рядом с городом А где-нибудь Достаточно далеко Но Это реально Помогает Сохранить деньги Второй момент Который Я рекомендую Это золото Если есть возможность Избежать НДС И купить Без доплат Очень хороший вариант Потому что золото Объективно Только дорожает Если сравнить На протяжении Истории Человечества Оно только Дорожает 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 И дорожает В отличие от валют И Но пора уже Посмотреть в сторону Юаня Юань Очень хороший вариант И очень перспективна Китайская валюта Поэтому Какой первый курс Первый курс Пачка метана Пачка метана Максимум И то Если у вас есть Возможность Взять метан По 5 мг А не по 10 То возьмите По 5 Доча Нормальная франшиза Или нет Я не знаю Я Не торговал Но я смотрю Что Учитывая тот момент Что людей Интересует Доча Учитывая Что доча На слуху Учитывая Что Это такой Узнаваемый бренд То вполне возможно Это может работать Хорошо Это может работать Хорошо Но я никогда Лично не торговал Все нужно пробовать Туринобол Он сработает Турик Он сработает Но он сработает Гораздо Гораздо Слабее Ну Как вам сказать Я вообще Смотря что Некоторые сайты Я могу сам делать Некоторые нет Ну вот допустим Тот Который я сейчас Делаю Тоже на готовом Движке Вот Поэтому Поэтому тут Много делать Ничего не надо Приходится Систематизировать Темы новые Форумы И так далее Да У меня есть Ежедневник Я его использую Просто Ну Не настолько Интенсивно Как раньше У меня нету Такой многозадачности Как раньше У меня сейчас Достаточно Спокойная жизнь Я начал Вот регулярно Тренироваться Каждый день Правильно питаться И я ставлю себе Какую-то одну задачу Вот сейчас Допустим У меня задача Сайт Когда я сайтом Закончу Перейду К следующей Задаче Семенихинг Локов Живезный рейтинг Ну Ребят Если буду Где-то Рядышком Поблизости То снимусь Если не буду То не снимусь Как набрать По 10 тысяч Калорий В день Да Я ел Я ел тогда Все подряд Я помню Что я одного Молока Выпивал 3 литра Были такие Пакеты Большие Выпивал 3 литра Молока Ел каши Котлеты Ну Жирную пищу Ел Тяжело Набиралось 10 тысяч Калорий И конечно Это калории Были не все Из углеводов От большого Количества Еды Да Бывают Такие Моменты О Хостелах Я ни разу Там не останавливался Но Мне кажется Это очень Хороший Вариант В некоторых Странах Есть очень Качественные Хостелы С очень Высоким Уровнем Обслуживания И даже С завтраками Поэтому Это Вопрос На самом деле В какой Стране Ты решил Остановиться В хостеле Как стать Менеджером Или Программистом Ну Для того Чтобы стать Менеджером Нужно Заниматься Управлением В какой-то Сфере Начать Этим Заниматься Чтобы стать Программистом Нужно Изучить Какой-то Язык Какую-нибудь Среду Программирования И предложить Свои услуги Чтобы их Покупали То есть Все просто Знаете Как стать Программистом Взять Взять И сделать Взять И попробовать Взять Написать Код Взять Продать Игру Престолов Как-то Я смотрел Первый сезон Ну Может быть Половину Так Одним Глазом Я видел Параллельно Заниматься Я начал Где-то В 14 15 лет Про Ивань В общем-то Эта информация Совершенно Не тайная Существует Много Экономическая Литература Типа Уолл Стрит Джорнал И так Далее Я Достаточно Много Читаю Иностранные Прессы В интернете Прежде всего Для английского Языка Поэтому В общем-то Это не новость То что Юань Давно Стала Резервной Валютой И Это может Очень сильно Поменять Котировки Нет Белок Белок Из каши Не считай Считать Нужно Только Белок Растительного Происхождения Чтобы Не было Никакой Путаницы Вот Есть Такое Правило В культуризме Ты Считаешь Только Белок Растительного Происхождения Либо Тот Белок Который Ты Потребляешь Из Молочных Коктейлей Белковых Коктейлей Продуктов Спортпита И так далее Каши Не считаем Желатин Да Может быть Полезен Для суставов Трансферинг Реальности Зеланда Не очень Я начинал Читать Мне крайне Не понравилось Потому что Очень специфический Текст Очень специфическая Подача Материала У автора Невозможно Читать Сложный Язык Мой Язык Поживает Нормально Каждый День Я его Практикую Вот Завтра Буду Снова С репетитором В 9 Часов Утро Заниматься Так что Все Хорошо 5 3 1 Надо Все Пробовать Ребят По Поводу Бога Я Слишком Большой Скептик Чтобы Отрицать Возможность Чего Бы Ни Была То есть Понимаешь Я не могу Сказать Что я Атеист В том Плане Что На мой Взгляд Атеизм Это тоже Вид Религии Это В некотором Смысле Это Урезанная Версия Христианства Современный Атеизм Это Это Долгая Философская Тема Дело В том Что Ряд Постулатов Современного Так Сказать Научного Образа Мышления Который Мы Называем Атеизм Он Строится На некоторых Предположениях Недоказуемых То есть Просто На вере Ну Например Мы верим Что существуют Объективные Законы Внешнего Мира Которые Можно Познавать То есть Это Доказать Невозможно Если Мы находимся Внутри Системы Мы Предполагаем Что Это Действительно Так Мы В это Верим И В этом Плане Любое Научное Мысление Атеистическое Оно Является Тоже Верой Своеобразной Только Более Сложного Более Глубокого Уровня Но Из той Другой Позиции Есть Сомнения Я Честно Говоря Не знаю Поэтому Я не стою Ни на Одной Другой Позиции Я Предполагаю Что Может Существовать Какой-то Сверх Разум А может Быть И не Существовать У меня Недостаточно Информации Для Анализа Возможно 200 Тысяч До Первого Июня Конечно Можно Легко Можно Заработать Эта Сумма Две Сполня Тысячи Долларов Что Легко Заработать Можно Такие Деньги Так Я вижу Много вопросов Пошло На Формулу Один В Баку Я Не Очень Люблю Гонки Не Очень Понимаю К Сожалению Может Быть К счастью Поэтому Навряд Легко Можно Работать На Дядю Можно Работать На Себя Тут Все Упирается В Вопрос Энергозатрат И Выгоду Очень Часто Есть Такое Выражение Вот Я На Дядю Работать Не Хочу Лучше Работать На Себя Это Только В той Ситуации Когда Заработная Плата Низкая Дядя Мало Платит А Так По Большому Счету Дядя Это Не Только Тот Человек Который Большую Часть Прибыли Берет Себе За Вашу Работу Это Тот Человек Который Берет С Вас Снимает С Чем Плохо Работать На Такого Дядю В Газпроме Поработать Можно Какой Стероид Самый Безопасный Для Здоровья Любые Стероиды Которые Не Ароматизируются Или Очень Слабо Ароматизируются Они Безопасны Для Здоровья Относительно Безопасны Например Винстрол Какой Нибудь Или Примабалан Или Оксандралон Вот это Вот Может быть Я бы сказал Что Оксандралон Самый Безопасный Потому что Оксандралон Используют Очень Активно Женщины Профессионалки У него Нет Вирилизации У него Нет Задержки Воды Ну и Соответственно Как Обратная Сторона Ты На нем Очень Мало Сможешь Набрать Веса Какое Лучшее Пойти Единоборство Для начала Это Зависит От Твоих Целей И От Твоего Возраста То Однозначно Никакой Ударки Я бы отдал На какой-нибудь Вид борьбы Чтоб Они там Возились Развивались Тренировались И так далее Опять-таки Для чего Ты тренируешься Какая Конечная Цель 170 Так Бывает Очень Многих Культуристов После тяжелых Базовых Подходов Сердцебиение Поскакивает До 170 180 Потому что Мышц Много Требуется Крови Много Прокачивать Во время работы Еще Анаэробные К сожалению Если сердце Не тренированное Особо То Очень Многих Скачет До 150 И 180 Надо Бегать 2.0 Материал В чем Смысл Смысл Материала В том Что Он Дает Необходимые Рекомендации Необходимые Инструменты Для того Чтобы Трансформировать Свою Личность Трансформировать Свою Жизнь Поменяться К лучшему Чего-то Достигнуть Причем Не просто Вот Надо Какая-то Тупая Мотивация Возьмите Соберите Сделайте Нет Там Даются Конкретные Рекомендации В частности Рассказывается Очень популярно О том Что Иззаимная Связь Между То Что Вы Думаете И как Вы Действуете Это Одна Связь Но Когда Вы Действуете Меняются Ваши Мысли Тоже И Соответственно Там Даются Такие Рекомендации Когда Вы Начинаете Делать Определенные Поступки Действия И Меняется Ваше Мировоззрение Вы Действительно Становитесь Более Успешным Минимальный Капитал Для Открытия Ночного Клуба Вы Ищите Себе Ребят Проблему Сейчас Это Очень Популярная Ошибка Люди Часто Для Того Чтобы Сделать Какое Нибудь Достижение Результат Они Начинают Вместо Того Чтобы Строить Себе Лестницы Они Начинают Себе Строить Стены Да То есть Строите Лестницы Или мосты Вместо Того Чтобы Строить Стены Вот Ты Сейчас Зациклился На Такой Стене Что Для Того Чтобы Открыть Ночной Клуб Нужен Капитал Не Нужен Тебе Капитал Тебе Нужны Знакомства Тебе Нужен Инвестор Тебе Нужен Человек Который Тебе Поддержит Все А Для Этого Капитал Никак Не Нужен То Если Ты Немножко Переформулируешь Вопрос То У тебя Все Решается Всегда Ты Сейчас Формулируешь Себе Вопрос Таким Образом Как Тебе Не Достигнуть Результата А Ты Подумай Так А Что Можно Сделать Чтобы Открыть Если У меня Нет Этого Капитала И Все Тебе Нужно Найти Человека Может Тебе Нужен Найти Какой То Готовый Клуб Который Тебе У меня Один Знакомый В Харькове Я вот Рассказывал Историю Про своих Друзей Они Там Открыли Очень Хороший Клуб И Он Очень Классно Работал И Был Очень Прибыльным А Чуваки Были Простыми Диджеями И Фактически У них Ни Хрена Не Было Ну Был Какой Там Минимум Знаешь Там Какая Нибудь Стойка Для Диджеинга Вот Эта Вертушка Пару Колонок Какая Световая Прибамбасина Они Взяли В аренду Причем Вначале У них Арендная Плата Какая Там Была Настолько Минимальная Что То есть Это Смогли Себе Позволить Люди У которых Там Зарплата В месяц Была Там 300 500 Долларов И Они Открыли Клуб Они Договорились Они Смогли Найти Людей Заинтересовать Вот Вот Это Решение Литинизирующий Фолликуло Фолликулостимулирующий Гормоны Ну Есть Различные Способы Если Ты Говоришь Про Медикаментозные Способы То Я В такой Ситуации Чаще Всего Советую Людям Пить Летразол Летразол Он Стимулирует Гипофиз На Производство Ганат Тропинов Ну Собственно Горя Литинизирующих Фолликулостимулирующих С одной Стороны А С другой Стороны Он Является Антиэстрогеном Да То есть Он Подавляет Эстрогенную Деятельность И это Очень важно Для Повышения Уровня Литинизирующего Гормона И тестостерона С Долларом Ребят Не знаю С одной Стороны Как бы Хочется Сказать Что Доллар Крайне Ненадежная Валюта Сейчас Становится Особенно В связи С Подъемом Головы У Юаня С С одной Стороны С другой Стороны Статистически Мы видим Что Доллар Уже Так долго И уверенно Существует И пережил Столько Кризисов Что просто Рискованно Давать Какие-то Прогнозы На этот Отчет Я думаю Очень много Будет зависеть От Политики И от Ситуации С Китаем Что С миром Будет Через Десять Лет Да Все То Же Самое Будут Люди Размножаться Есть И доминировать Вначале К ним Солнцем Солнцем Все Повторяется Самые Перспективные Профессии В будущем Это Хороший Вопрос Я Вам Могу Сказать Какие Профессии В будущем Будут Все Меньше Меньше Востребованы И Могу В общем-то Дать Кое-какие Намеки По Профессиям Которые Будут Востребованы Тут Дело В чем Сразу Не будут Входить Вокруг До Около Дело В том Что Сейчас Все Больше И Больше Информационные Технологии Входит В современную Жизнь Искусственный Интеллект И этот Искусственный Интеллект Развивается Очень Быстро Количество Транзисторов Удваивается В платах Каждые Два Года То есть Вычислительные Мощности Растут В геометрической Прогрессии Это Говорит О том Что Очень Скоро Мы Сможем Создавать Такие Искусственные Интеллекты Которые Смогут Очень Многих Людей Отнять Работу То есть Я могу Вам Креативность Нужна Креативность Умение Работать В команде Договариваться Что-то Вот Такого Придумать Потому Что Обычная Тягомотина Которой Чаще всего Занимаются Менеджеры Секретари И так далее Все Эти Специальности Будут Не Востребованы Ну Смысл Мне Брать Секретаря Для того Чтобы он Что-то Мне составлял Что-то Планировал Если Я могу Это Сделать Через Аппликацию Через Приложение А если У меня Будет Какой Электронный Искусственный Интеллект Который Будет Это Делать Гораздо Лучше Чем Этот Секретарь То Мне Он Нафиг Не Нужен Вполне В будущем Появятся Даже Водители Ну Искусственный Интеллект И водители Соответственно Роботы Будут Водить Транспорт Общественный То есть Это Тоже Будет Невостребовано Менеджеры Переводчики Уже Сейчас Все Это Есть Думайте О таких Профессиях Где Нужна Креативность Где Можно Использовать Вот Эту Изюминку То Что Нас Делают Людьми Творчество Нестероидные Анаболики С непереносимостью Лактозы Ну На ночь Ты можешь Поесть Просто Яиц Просто Поешь Яиц На ночь Это Очень Хороший Вариант Тебе Запрещены Молочные Продукты Но Ты можешь Использовать Любые Другие Продукты Без Молочки Более Того Ты можешь Купить Какой Нибудь Протеин На воде Размешивать И пить Это Не Проблема Как Создать Интернет Магазин Есть Огромное Количество Уже Готовых Движков По Созданию Интернет Магазина Если Ты хочешь Заниматься Интернет Магазином Для начала Я бы На твоем Месте Протестировал Ниши Что Ты Собираешься Продавать Очень Часто Люди Собираются Заниматься Бизнесом И Они Совершают Типовую Ошибку Они Начинают Процессингом Себя Заваливать То есть Начинают Так Думать Я Надо Открыть Фирму Такую То Нужно Снять Офис Нужно Манять Того То Нужно Манять Всего Это Типовая Ошибка Так же Как Ты Сейчас Ты Сейчас Думаешь Так Мне Нужен Какой Сайт Мне Нужны Какие Товары Мне Нужен Склад И так Далее Это Типовая Ошибка Любой Бизнес Ну Любая В бизнесе Серьезном Структура И усложнение Оно Начинается После Продаж То Тебе Нужно Сначала Позаботиться О том Откуда Ты Будешь Получать Деньги Я Рекомендую Обычно Прежде чем Начинать Бизнес Тестировать Ниши Выбрать Там 5-10 Ниш Каких Нибудь Сделать Там Какие Нибудь Тупые Одностраничные Сайты Это Уже Будет Интернет Магазин Пусть У тебя Даже Товара Нет Просто Повесь Туда Телефон Или Сделать Виртуальную Форму Заказа И Запустить Магазин Тебе Это Будет Стоить Копейки Трафик Ты Можешь Прогнать Туда Из Контекстной Рекламы На Гугле Или Яндексе И Ты Просто Посмотришь В какой Нише У тебя Идут Заказы На Какие Ниши Заходят Люди Звонят Интересуются И Пробуют Что-то Заказать Так Ты Сможешь Выбрать Ту Нишу Которая Перспективна Для Твоего Интернет Магазина И Только После Этого Ты Можешь Делать Уже Более Менее Полноценный Сайт Ну Долгая Тема На Сам Деле Да Минус 17 Кг Это Хороший Результат Я Рад Что У тебя Получилось Потому Что Не У Всех Получается Пульсометры Ну Хорошая Вещь На самом Деле Пульсометр Пульсометр Они Бывают Нескольких Видов Могут Читать Ну Может Быть Такой Браслет На Руку Да А Может Быть Такая Приблуда Которая Вешается На Грудь Рядом Сердцем И Она Показывает Очень Четко Твой Сердечный Ритм Пульсометр Вещь Хорошая Для Того Чтобы Контролировать Частоту Сердечных Постоянно Видишь Какой Пульсовой Зоне Ты В тот Или Момент Находишься И Можешь Безопасно Тренироваться Нет Сардарова Не читал Начинал Чуть Почитал Но Не стал До конца 200000 Вопрос Для того Чтобы Заработать 200000 За 3 месяца Заработать 200000 Вообще На раз Вообще На раз 200000 Надо Зарабатывать За неделю Вон Ту схему Которую Я вот Парню Рассказал По поводу Сайта Ты можешь Тоже Применить Предложи Что Сделай Одностраничный Сайт Лендинг Предложи Что-нибудь В интернете Посмотри Идут люди Не идут Не идут Предложи Еще что-нибудь Есть звонки Нет И вот Когда тебе Пойдут звонки Когда тебе Пойдут заказ Вот тогда Иди с поставщиком Договаривайся И продавай Сколько можно продавать Небольшие товары Без ИП Один раз Ну Дело в чем Дело в том Что Это сейчас Очень популярная Тема Буквально Сегодня Парень Приходил Ко мне Интернет Там Мне С роутер Помогал Настроить Вот Я ему дал Денег Естественно Вот А он Боялся Еще брать И рассказывал Мне Вот историю Как его Чуть ли Недавно Там Человека Подбросил На автомобиле А человек Оказался В погонах Ну Типа Ему Сказал Ты знаешь Что я тебе Вообще Могу Ничего Не заплатить Мол Ты занимаешься Незаконной Деятельностью Так вот Чтоб Вы Немножко Знали Незаконная Предпринимательская Деятельность Это то За что Можно подвергнуть К штрафу К административной Ответственности Для этого Деятельность Должна быть Предпринимательская Предпринимательская Деятельность Это Деятельность Систематическая Систематическая Деятельность Это когда минимум два раза то есть если вы один раз взяли деньги за товар либо один раз за какую-то услугу это еще не предпринимательская деятельность это вот если контролирующий орган может доказать что у вас была система что минимум два раза вы это сделали вот тогда да он вас может привлекать к ответственности да но я же говорю надо доказать систематику до обсуждать новости можно хоть каждый день но сегодня что-то лень мне это делать решили просто с вами пообщаться по отвечать на ваши вопросы пары тогда хороший принцип ну я люблю этот принцип я часто про него говорю буквально на днях рассказывал о том что даже вот сегодня я начинал нашу трансляцию именно с этого я же сказал что есть эффективные сильные поступки есть неэффективные да то есть 80 20 процентов есть вещи они наши поступки 20 процентов течение дня они дают 80 процентов результата вот сильные поступки вот именно это нужно делать я же сегодня в начале трансляции сказал для того чтобы выполнять поставленные задачи выберите одно дело но самое главное и сделайте его сегодня как отличить от расставания с девушкой лучше всего переключиться на другие девушки то есть очень сложно не думать про белого слона в твоем случае вот и я не буду про нее думать я не буду про нее думать это вот из той же оперы очень сложно не думать про белого слона единственный способ это думать там про зеленого слона вот когда ты будешь думать про зеленого слона ты автоматически перестанешь думать про белого а когда ты ходишь вот как мне отлечься от вот этой маши кати Даши, как отвлечься, чтобы от нее не думать, ты про нее думаешь только больше. Надо переключиться, нужно переключиться на другую девушку. Я советую в зависимости от вопроса, когда вопрос размыт или его нет, что ты посоветуешь молодежи? Ну, посоветую молодежи учиться, познавать самого себя, тренироваться, двигаться вперед. Понимаешь, вопрос такой философский ни о чем, ну, соответственно, на него и философский ответ ни о чем. Я люблю давать практические советы. Так, Майлер, там вот про вопросы дрочить одной рукой, еще один раз напишешь, я тебя просто заблокирую. Ну, я сказал... Так. Это вот человек интересовался все вопросами, если дрочить одной рукой, будет больше или меньше. Я в последнее время стал такой нетерпимый, ребят. Я вот делаю форум, сижу на нем уже достаточно давно. Может вам показать чуть-чуть? Даже не знаю. Но чувствую, там не будет никаких троллей у меня, никакого такого неприличного общения и так далее. Все будут общаться хорошо. Давайте я вам покажу. Так. Как это, так что ли? Как вам сайт? Вот так он выглядит. Видите, тут будет раздел тела. Раздел разум. Раздел эмоции. Вот, возможно, вместо фото в Камрадов, я сюда еще поставлю творчество, чтобы... Потому что меня вот на днях ребята спрашивали о возможности выкладывать какие-то свои творческие моменты. Ну, вот такой вот... Узнаете, да? Огромное количество тем. Это то, собственно говоря, на чем я работаю последние три месяца. И в таком формате... Да-да-да, мне тоже нравится. Ну, это open-source-овский движок, на самом деле. Я его в плане дизайна... Дизайн заказывал уже давным-давно. Там один гоблин не сделан с Сёрча. Вот. И сейчас я его причесываю, я его адаптирую. Я делаю так, чтобы всем было интересно его читать. Так. Да, дрочера удалил, удалил. Сколько лайков ты набил, не знаю. Я блогер, надо смотреть. Я уже столько компьютеров поменял, столько мест дислокации, что, может быть, уже и нет этой книжки. Я думаю, она в любом случае уже морально устарела. Это было очень-очень давно. Думаю, сейчас есть более свежие книги. Так. Пульс поднялся до 110. Так там, дело в том, что не столько пульс меряется, там меряется таки хардия. То есть, у тебя должен меняться сердечный ритм. То есть, то, что ты просто померил пульс, это, ну, не показатель. А есть раздел интернет, ну, есть баблоруб. Есть такой раздел на сайте. Он так и называется, баблоруб. Я даже его не менял. Вот, пожалуйста, баблоруб 640 тем, больше 11 тысяч сообщений. Уже сейчас, до того, как я пустил, со старого форума я взял. Религия или наука, знаешь, это все равно, что там молочка или кефир. Вот примерно так, то, что ты спрашиваешь. Наука, это тоже элемент веры. Потому что основные постулаты, я же про это говорил, основные постулаты науки, они лежат в области веры. Они недоказуемы. И да, мы верим, мы там, мы атеисты, но так и в христианстве тоже есть свои верующие и в других религиях. Но я же отвечал уже на этот вопрос. Я не атеист. Ну, я не христианин в чистом виде. Ну, Денчик, расскажи перспективы военного дела. Нефть упадет? Нефть может упасть, но я думаю, упадет ненадолго. Европа упадет от мусульман? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Ну, это обычное явление. В социумах часто такое случается. Когда социум размягчается, уровень жизни становится очень легким, ну, и, соответственно, приходят другие социумы более сильные и побеждают более слабые. Европейский социум, он стал слабым, потому что очень высокий уровень жизни, и все слишком легко и просто. Вот сейчас придут с Ближнего Востока ребята и там начнут вырезать всех. Мне так кажется. Так. А прессинги предпринимателей в Беларуси? Ты мне задаешь, ну, крайне такой вопрос скользкий, потому что у меня все-таки белорусский паспорт, да. А чем мне там крошить батон на батьку? Но в целом прессинг заключается в том, основная причина заключается в том, что денег нет. То есть казна пустая, денег нет. Где их брать? Ну, потрошить только вот этих вот предпринимателей. Других вариантов особо нет. Давыдович начал крошить батон на непомерно серьезных людей. То есть он не настолько был крут, чтобы возникать и прыгать на тех, на кого он начал это делать. То есть все вот эти вот моменты по поводу того, что я черный плащ, я защищу вас от коррупции, как бы выглядело, знаете, несколько сомнительно, на мой взгляд. Хотя в целом многие вещи он делал забавно, интересно и, ну, собственно говоря, прикольно было смотреть все эти разоблачения и так далее. Как и каждый человек, в нем есть темное, есть светлое. Ну вот, главная его ошибка заключается в том, что он переценил свой пупок. То есть мне кажется, что он начал крошить батон на тех людей. Хлеборезка еще, ну, как бы, должна вырасти, чтобы на таких крошить. Стоит ли покупать франшизу при открытии бизнеса? Ребят, ну, это из области, знаете, стоит ли брать кредит при открытии бизнеса? Стоит ли девушку везти в ресторан при знакомстве? То есть, ну, о чем вопрос? Конкретика важна. Зависит от франшизы, зависит от ситуации, зависит от обстановки. Любой бизнес, это что такое? У всех просто кисель в голове, никто не представляет. Любой бизнес, это удовлетворение определенного спроса. Вот, вы находитесь в определенном регионе, вокруг вас есть люди, чего они хотят. Дайте им то, что они хотят, и вы заработаете. Это и есть бизнес. Франшиза, не франшиза, это уже инструменты. Это зависит от конкретной ситуации. Про Чижа, что думаю? Ну, про Чижа, по-моему, все очевидно. Чиж был приближенный к президенту предприниматель, самый близкий. И, естественно, у него была масса преференций. То есть, он мог очень много себе позволить, в отличие от других предпринимателей. Единственное, что ему нужно было выполнять, чтобы дальше это продолжалось, это быть лояльным к президенту. То есть, не пиздить у президента. Чиж пиздил. По большому счету, мы говорим, что он там не заплатил налоги, да, как бы. Ну, что значит, что он не заплатил налоги Беларуси? Ну, он карманы из батьки, получается, деньги вытащил. Вот поэтому его и наказали. А что ж вы хотели? Почему он этим занялся? Ну, потому что это такой вот инстинкт доминирования всегда мало. Хочется жрать, там, совокупляться и доминировать. У него вроде бы полно, а хочется еще больше. Ну, вот, получил наказание. После капитализма, кто его знает, кто его знает. Возможно, будет феодализм. Сейчас все идет очень интересно, ребят. То есть, общество расслабляется все больше и больше. Мы вроде бы двигаемся, типа, куда-то вперед. А расслоение, социальное неравенство растет и становится все глубже и глубже. Вполне возможно, что через 20-30 лет мы придем к тому, от чего мы ушли 100-200 лет назад. Что возникнут сословия, что будет монарх, будет высшее сословие и низшее сословие, обычные работники, крестьяне и так далее. Уже сейчас, по факту, это существует де юре, но этого нет де факто. То есть, мы видим, что есть очень сильное неравенство. Кто-то на Майбахах ездит, а кто-то на метро. И, естественно, и прав, типа, в законе прописано, что все равны. А на самом деле, это же не так все понимают. Вполне возможно, юридически это будет скоро оформлено. Так, ну, актуально ли делать говносайты и давать на них рекламу? Это слишком общий вопрос. Что ты будешь продавать через эти говносайты? Актуально с какой точки зрения? С точки зрения заработка или с точки зрения душевного спокойствия? Таким, как умным, как я, наверное, в детстве надо удариться чем-то головой серьезно. Занимаюсь ли благотворительностью? Очень редко и только в тех ситуациях, когда это знакомые, близкие люди. Благотворительность – это вещь очень, ребята, специфическая. Никто не задумывается о том, что благотворительность очень часто порождает вред. Вред. Что такое благотворительность? Это вот человек, допустим, он не приспособлен в силу тех или иных причин. Ну, допустим, здоровье плохое умирает. Раз. Или, допустим, жрать ему нечего, потому что он не смог заработать. Два. В естественной среде, в эволюции он бы умер, на его месте бы остались более сильные. И в целом социум был бы более сильный. А теперь представьте такую ситуацию, что вот этим вот слабым начинают помогать. Им дают деньги, им помогают, там дают всякие материнские капиталы и так далее. Эти люди начинают размножаться. То есть мы поощряем слабых. Вот вам и благотворительность. Вы смотрите, какой-нибудь вот этот вот бедный несчастный там валяется в пыли на улице. Вы ему дали деньги, а он вечером на эти деньги там дозу себе купит, шернется. Ну или там, не знаю, детей сделает, которые будут в говне жить, воспитываться и так далее. Потому что он не может о себе позаботиться. Понимаете? И вы вроде бы как бы помогли, вроде бы благотворительность. Но на самом деле эта благотворительность вышла вам боком. Посмотрите, что в Европе творится сейчас. Это же тоже благотворительность. Это взяли иностранцев диких, пригласили к себе в дом. Они начинают насиловать, убивать, там потрошить изнутри. А говорят, ну это же благотворительность, мы же хорошие. Так по факту. Результат-то какой? Результат такой, что идет эволюция в неправильном пути. И эта эволюция убивает вас самих. Про Европу? Да, ребят, на самом деле это естественный процесс. Ну то есть Европа, Америка, это всегда было. В Риме было то же самое. То есть была очень, согласно традиционной истории, была там суперцивилизация очень развитая. Пока они не стали слишком зажравшиеся. И не пустили к себе варваров. И те их изнутри уничтожили. И от римской цивилизации, Великой Римской империи, что осталось сейчас, посмотрите. Рим, Италия маленькая. Заниматься продажей тренажеров выгодно? Бля, муха, ребят, ну что за вопросы? Где ты собираешься продаж? На Северном полюсе заниматься продажей тренажеров невыгодно, однозначно невыгодно. Понимаешь, когда ты занимаешься продажей чего-либо, это прежде всего зависит от того, кому и где ты будешь это продавать. А когда ты просто даешь название товара, это ни о чем. Так, какие самые страшные побочки были? От формы? Самые страшные побочки у меня были... Ну, в жирной коже прыщей больше, пожалуй, вот это. Хотя, это очень такой вопрос субъективный, потому что у меня от природы кожа такая сальная, достаточно жирная, и у меня родители, в общем-то, оба были с сыпью, да, в юности. Вот поэтому я не уверен, что это вот именно прямо от стероидов, но мне кажется, что от формы прыщей становилось больше. Для лечения связок это лучше всего ДК и ТЕСТ. Лучшие три книги, которые я читал. Мне очень нравится книга Паша. Мне очень нравится книга С той, кто ведет. И нравится книга Трудно быть Богом. Ну, я не скажу, что это вот вообще самые лучшие три книги, но это такие три книги, которые мне приятно перечитывать. Щелкова. Ну, я в данный момент живу на Щелковском шоссе. Да, пожалуйста, про связки. Кроме образования, куда есть 5-10 тысяч. Вопрос интересный. Ты знаешь, сумма незначительная. Сумма крайне незначительная. Инвестировать в валюты какие-то покупать. Тоже крайне рискованно. Ну, я бы покупал какие-то, скорее всего, ценности. Вообще идеально покупать, конечно, золото, если бы не идиотское российское законодательство по поводу НДС, а хотя бы, там, знаешь, громовый слиток, там, 5-громовый слиток. Мне кажется, это было бы более надежно. Назови книги еще раз. Первая книга называется «Пэша». Вторая книга называется «Стой, кто ведет». Третья книга называется «Трудно быть богом». «Трудно быть богом». Не, мы мы не смотрим. Трейдинг. В большинстве случаев трейдинг, тот трейдинг, который рекламируется, а-ля там Форексы и все такое прочее, это лохотрон. Зарабатывают на этом посредники. То есть те фирмы, которые выполняют для вас там услуги, там, брокеров, допустим, да, они гарантированно зарабатывают. А вы почти всегда гарантированно проигрываете. Поэтому к трейдингу я отношусь с предубеждением. Нет, пухлой девочке не нравится. С кем на английском, как относишься? Радислав Гондопас, да, он хороший тренер, мне нравится, как он общается и советы, которые он говорит. Общаться на английском. Ну, желательно найти какого-то человека, с которым вы сможете говорить. Это может быть преподаватель, либо это может быть какой-нибудь иностранный студент. Арбитраж трафика. Ребят, эта тема такая долгая и сложная. Я арбитражем не занимался, трафика. Но на нашем форуме, который будет на сайте fit4life.ru, в разделе баблоруб, там есть ребята, которые обсуждают эту тему, пробуют различные варианты, перенаправляют, покупают обналичивание денег. Но это тоже тема для того форума. То есть, что хочешь услышать по поводу обналички денег? Если ты решил заняться каким-то бизнесом не особо серьезным, начальным, то открой себе просто ИП. Если ты себе откроешь ИП, а не фирму, то тебе не нужно будет геморроиться вопросами об наличке денег. То есть, ты будешь платить фиксированную ставку налога, ну, если там есть такая. А все остальное, то, что у тебя лежит на счетах, ты просто через карточку снимаешь и расходуешь как хочешь. То есть, у тебя не стоят вопросы по поводу обналички денег. Если у тебя фирма какая-нибудь существует, вот тут уже, да, тут начинаются уже вопросы. Чаще всего выводят через ИПшников. То есть, отключают какие-то договора фиктивные по поводу, там, допустим, оказания каких-нибудь услуг, например, образовательных, ну, которые никто не оказывает. То есть, по договору ему перечисляются деньги, а он эти деньги снимает счета и дает тебе. Ну, способов, на самом деле, существует очень много. Яндекс не может пустить без указания фирмы, не совсем понял. Нет, Дмитрия не слушал. Ну, баблоруба еще пока нет халявного, но вот я пока работаю. Хочется просто все сделать красиво, причесать, и когда будет готово, я надеюсь, что в течение месяца я закончу. Я вот уже начал заниматься виджетами, я уже начал заниматься тестированием. Очень сложный движок просто. Нельзя. Ты хочешь, чтобы я взял ответственность твоего решения на себя. Тут каждый решает, мой друг сам. Да или нет, это должен решать каждый человек. Да, сейчас на английском канале лежит пять или шесть видео, все никак не могу открывать. Я просто не люблю многозадачность. Вот то, о чем я говорил сегодня в начале. Я считаю, что вот сконцентрировался на чем-то одном, и нужно это фигачить. Зигул, спасибо, что поделился трансляцией. Так. За счет чего проводилась индустриализация? Есть различные взгляды на этот вопрос. Есть мнение, что за счет Рокфеллеров. Есть мнение за счет того, что за счет продажи зерна, которое находилось в Советском Союзе. Спасибо, что делитесь, ребят. Блэйд, спасибо, что поделился трансляцией. Масонов? Ну, конечно, существуют масоны, действительно верю в них. Насколько они сильны, я не знаю. Сталина? Я думаю, что Сталин был очень сильным руководителем объективным, потому что до сих пор у людей пуканы взрываются по его поводу. И я думаю, что вся тяжелая промышленность, которая существует, на основании которой, в общем-то, вся легкая была построена в России, была построена при Сталине. И при Сталине была придумана ядерная бомба, которая до сих пор позволяет нам быть частично, в какой-то степени, независимыми. Поэтому да, это был сильный руководитель, а с каким бы там знаком он не был, это достойно уважения. С паническими атаками это зависит от того, по поводу чего у тебя паника. Для того, чтобы побороть любой страх, нужно выйти из зоны комфорта. То есть нужно выходить из этого, привыкать к этому. И когда это становится для тебя привычным, ты перестаешь это бояться. Так. Когда буду кататься по странам? Ну, когда я вас желаю. Сейчас у меня пока есть чем заняться, поэтому может быть чуть попозже. Хорошо, ребят. Спасибо, что побыли со мной в этот вечер такой вот хороший. Давайте встретимся, наверное, послезавтра. Я стараюсь так, понедельник, среда, пятница, наверное, буду вечерком в 9 часов выходить. на связь. Всем хорошего вечера. Давайте. Счастливо.